дорогие мои друзья всем большой большой привет мне очень приятно что вы заглянули ко мне очень рада вас видеть сегодня будем готовить потрясающе вкусный торт яркий насыщенный при этом нежный и мягкий готовится совсем не сложно даже духовка нам не понадобится а начнем мы приготовление с так называемых коржей для торта для коржей нам понадобятся ванильные сухарики их можно заменить на печенье на ваше усмотрение сухарики нам нужно измельчить в крошку если блендер мощный можно воспользоваться им я так и поступлю или например прокрутить через мясорубку в итоге должна получиться вот такая мелкая крошка 100 граммов мягкого чернослива измельчаем также с помощью блендера если чернослив суховат то его предварительно лучше замочить в горячей воде 50 граммов шоколада заливаем 150 миллилитрами горячего молока и оставим буквально на пару минут чтобы шоколад растаял а теперь уже все хорошенько перемешиваем в чашу отправляем измельченные сухарики чернослив и шоколадное молоко устанавливаю лопатку и на высоких оборотах перемешиваем все ингредиенты в итоге должна получиться влажная крошка если взять небольшое количество и сжать кулаки она должна держать форму если крошка рассыпается это нужно добавить еще немного молока для крема нам понадобится 150 граммов сливочного масла я заранее достала из холодильника чтобы она полежала при комнатной температуре масло на нужно взбить до пышности я устанавливаю венчик для взбивания начинаю с малых оборотов и постепенно увеличиваю до максимума затем не переставая взбивать вливаем тонкой струйкой сгущенное молоко мне в приготовление сегодня помогает вот такой красивый планетарный миксер star wind серебристого цвета легко впишется в любую кухню очень мощный при этом тихий имеет большую чашу 7 литров у миксера металлические шестерни для долгой работы и надежности и 3 цельнометаллические насадки и теперь сюда мы добавляем творог всего 2 пачки по 180 граммов творог лучше брать однородный если он с крупинками то можно или пробить его блендером или протереть через сито творог я добавляю в два захода крем практически готов остался последний штрих мы добавляем 80 граммов кокосовой стружки крем у нас будет яркий кокосовый вот такой в итоге получился крем очень вкусный нежный воздушный сливочный с ярким кокосовым вкусом по желанию также можно добавить немного ванили собирать торт будем в кольце очень очень быстро кольцо я установила на 18 сантиметров диаметром на дно высыпаем примерно третью часть крошки разравниваем и все хорошенько прижимаем утрамбовываем теперь идет половина творожного кокосового крема еще одна треть крошки аккуратно распределяю немножко прижимаю вновь крем и оставшаяся крошка верх торта можно по желанию или присыпать натертым шоколадом или кокосовой стружкой я решила полить растопленным шоколадом предварительно половину плитки примерно растопила в микроволновке вместе с кусочком сливочного масла и двумя столовыми ложками молока тортик поставим в холодильник чтобы он стабилизировался на несколько часов я оставлю на ночь ну вот тортик готов снимаем кольцо пленку нарезаем на кусочки и подаем торт очень хорошо держит форму легко режется лучше его немного заранее достать из холодильника перед подачей чтобы он постоял при комнатной температуре тогда он будет еще вкуснее очень нежный и мягкий яркий насыщенный очень и очень вкусный торт наслаждение в каждом кусочке попробуйте приготовить я очень надеюсь что вам тоже понравится а я от всей души желаю вам приятного аппетита обнимаю всех крепко-крепко пока пока увидимся